И никто не может забрать этот титул у нашего Господа, что Он силен освобождать устников из их гробниц, открывать эти гробницы и выпускать измученных на свободу. Он силен освобождать людей от влияния бесов и демонов. Согласись, это сильно. Умножению владычества Его нет предела. Возможно, твоя проблема, она решается на раз-два, просто не хватает веры. И тогда Господь говорит, все, чего будете просить в молитве, если будете верить, что это исполнится, будет вам. Он может решать любую ситуацию, любую проблему, Он может менять любую жизнь. Поэтому мы говорим, что Он силен еще двигать камни. Итак, силен еще двигать камни. Силен еще двигать камни. Вот эта вот мысль очень сильная. Силен еще двигать камни. Потому что, знаешь, есть титулованные бойцы, есть успешные люди, есть выдающиеся какие-то люди, есть атлеты, есть музыканты, есть спортсмены, которые когда-то имели огромные достижения. Спортсмены имели олимпийские медали, первые места. Кто-то имел там несколько поясов, что это самый сильный человек в мире или самый сильный боксер в мире. Но потом проходит время. Проходит год, два, три, пять, десять. И ты смотришь, поднимается новый боец, который забирает титул. Который забирает титул чемпиона мира, самого сильного человека на планете. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он просто забирает его. И тот не в силах противостоять, потому что он не может уже вернуться в ту былую силу, которая на нем была, и поэтому он сдается. И так происходит постоянно. Постоянно. За одно столетие, несколько раз это меняется, что вот этот пояс титулованного какого-то спортсмена, будем так говорить, к примеру, он переходит из рук в руки, потому что кто-то постоянно его забирает себе. Но он силен еще двигать камни. Мы говорим о того времени, когда он двинул камень гробницы Лазаря, прошло две тысячи лет. Но он силен еще двигать камни. И никто не может забрать этот титул у нашего Господа, что он силен освобождать устников из их гробниц, открывать эти гробницы и выпускать измученных на свободу. Никто не может забрать у него этот статус Господа и Спасителя. Никто и никогда уже не сможет соперничать с ним и состязаться с ним, потому что смерть и сатана, они повержены навечно. И поэтому мы говорим, что наш Господь, Он не временно царствует, Он правит вечно. Он тогда и сегодня в одной и той же силе. Если Он вчера был способен двигать камни, если Он вчера был силен двигать камни, то сегодня, имея ту же самую силу, мы провозглашаем, что Он силен еще двигать камни во имя Иисуса Христа. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим там много примеров, как Господь показывал, насколько Он велик. Одно из мест Писания, это Второзаконие 10, 17 стих. И здесь написано, Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. Бог богов и владыка владык, Бог великий и сильный, характеристика нашего Бога. Если мы возьмем этот текст древний, Священного Писания из Веткого Завета, мы увидим, что этот текст был написан за несколько тысячелетий до рождения Христа. И когда Христос пришел на эту землю, Он продемонстрировал силу Божью. Это была демонстрация Божьей силы, Божьей славы, Божьей возможности. И когда мы сегодня смотрим на нашу жизнь или на жизнь людей, которые однажды встретились с Ним сегодня в современном мире, которые были в чем-то, знаешь, в чем-то были, ну, может быть, в состоянии здоровья какая-то была проблема или в состоянии, может быть, не знаю, семьи, работы, чего-то еще, каких-то даже органов, может быть, не хватало. Но из-за того, что у Него есть статус, Он владыка-владык, Он Бог богов, Он сильный. Прошло несколько тысячелетий, и мы говорим, Он силен еще двигать камни, Он силен еще вытаскивать из этих гробниц людей, и Он способен менять всю их жизнь. И когда мы сегодня смотрим на многих из присутствующих здесь, мы говорим, Он силен еще двигать камни. потому, что сегодня в этом обществе они говорят, что вот та или иная проблема или та или иная зависимость, она неизлечима, или она просто нерешаема, эта проблема. Но мы говорим, Он силен двигать камни, Он силен менять жизнь человека, Он силен влиять на историю жизни человека, Он силен менять не просто состояние физическое, Он силен менять его все полностью состояние изнутри, смысл жизни. Он силен. Когда мы смотрим на Христа, который ходил по этой земле две тысячи лет назад, мы видим там, как однажды Он пришел и встретил Гадаринского бесноватого на одном месте. И в этом человеке был легион бесов. И встретившись с ним, он видел, что эти бесы, они настолько сковывают его жизнь. Проблема была не в том, что люди сковывали его цепями, проблема была в том, что бесы сковывали его жизнь. Они не давали ему жить. И Христос принимает решение, Он не закрывает человека, Он не изолирует человека, Он не заковывает его более тяжелыми цепями, Он выгоняет бесов. и их было там ледион. А ледион – это шесть тысяч. В одном человеке. Он повелевает им, и они уходят в свиней. И мы видим, что в примере этого человека рождается другой уже образ. Буквально через короткое время Писание описывает нам человека, что он был одет, а до этого он был ногой. Буквально через короткое время он уже сидел на проповеди у Иисуса. Будем так говорить, с конспектом, с Библией, с ручкой, фиксировал, получал откровения, а потом говорит, я хочу пойти и прославить тебя. Я хочу пойти по городам и прославить тебя. Это говорит о том, что Иисус не просто исцелил его, не просто изгнал бесов, не просто решил какую-то проблему физического его состояния, умственной неполноценности. Он изменил его полностью. Он переродил его судьбу на современный мир, на современную жизнь. Мы говорим, он силен еще двигать камни. Он силен еще так же решать подобные проблемы. и он силен так же влиять на бесов и демонов. Он силен освобождать людей от влияния бесов и демонов. Насколько твое сердце открыто для него? Когда мы говорим о Пасхе, она связана больше с демонстрацией силы Христа, с демонстрацией силы Божьей, что Господь Иисус, будучи мертв, побеждает смерть. Знаешь, это как выглядит? Это выглядит так, когда ты как бы встречаешь бойца, соперника, которые живее всех живых, и он побеждает определенную, может быть, толпу людей, большую компанию. Но этого уже забили насмерть. Забили насмерть этими плетьми. Потом прибили ко кресту. Он испускает последний свой вот этот крик «Отче, тебе отдаю свой дух». И последнее его слово на кресте совершилось. И вот в этом состоянии, знаешь, вот кто из вас был в каком-то состоянии, в таком, где ты, знаешь, обезвожен, где ты, может быть, где-то настолько немощен, настолько вот ты слаб, что тебе вообще дела нет там, ни до какого состязания, тебе просто вот включается что-то здесь выжить, просто выжить. Но он в этом состоянии, которое для нас до конца даже непонятно, потому что мы никогда не были и не будем, слава Богу, Христу, за то, что он пострадал за нас и пошел вместо нас на крест. Он в этом состоянии еще и сражается со смертью и побеждает ее. Насколько безграничное влияние Бога, насколько безгранична его сила, что в подобном состоянии он забирает власть, он спускается в ад, он забирает ключи ада и смерти у самого сатаны, побеждает это все нечестие и возвращается с победой. Это демонстрация Божьей силы. Для меня Пасха это демонстрация Божьей силы. Это не куличи, это не яйца, это не определенные какие-то вот эти вот мифы, которые люди придумали и они следуют этому учению, но это демонстрация Божьей силы. Он победил сатану, он победил проклятие, он победил нечестие, он победил каждого демона, который атаковал человека. Если до своего воскресения он был способен изгонять сразу шесть тысяч бесов, подумай об этом, просто взял и приказал Ледиону бесов, выйди вон, оставь его, и они уходят, то после своего воскресения какова его сила. Почему мы говорим, что он силен еще двигать камни, потому что после воскресения он стал еще более могущественным. Я вас веду куда-то, потому что мы должны вот это зафиксировать в своем сознании. Исайя в девятой главе он говорит, что умножению владычества его нет предела. Согласись, это сильно. Умножению владычества его нет предела. Один из примеров, который приводит нам апостол Павел, он написан нам в Римлянах 4 главе. В 17 стихе написано «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Когда люди сегодня приходят в церковь, ты им говоришь, у тебя великая судьба. Они в проблемах, они разбиты. Грех доминирует в их жизни. Они смотрят на себя в зеркало, они смотрят на себя вовнутрь. И они не понимают, в чем там величие. У человека есть судьба. И написано «несуществующее как существующее». Бог называющий несуществующее как существующее. И когда мы смотрим на этого человека, который еще не знает Христа, мы сами когда-то были в подобном положении и состоянии. И нам говорили о том, что Бог решит все наши проблемы, но мы не знали этого и не верили до конца этому. Я не понимал, как Бог может продлить дни жизни моей на земле. Как, в принципе, и сейчас до конца не понимаю, если Он скажет, я тебе продляю до ста лет. как Он это делает? Не существующее как существующее. И когда мы сегодня стоим перед этим великим Богом, написано Владыка Владык и Бог Богов, Бог сильный, животворящий мертвых, называющий не существующее как существующее. Авраам, когда уверовал вот в такого Бога, знаешь, что он начал делать? Он написано сверх надежды поверил. Знаешь, почему у нас начинается религиозная мистика? Мы как бы тут верим, тут не верим. Нам вот здесь понятно, а здесь непонятно. Мы соглашаемся с тем, что нам понятно, но мы не можем согласиться с тем, что нам непонятно. мы не можем смириться с мыслью, потому что мы люди и у нас недостает веры, потому что за это отвечает вера Божья. Чтобы нам поверить в несуществующее и назвать это как существующее, нам нужна вера Божья. существующее, у человека нету веры Божьей, он не может этого делать, поэтому ты говоришь пророчествуй, молись, решай проблему в духе. Он не решает. Или она? Почему? Потому что нету веры на то, чтобы назвать это несуществующее существующее. Авраам написано поверил сверхнадежды, через что сделался отцом многих народов и не изнемогший в вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверии, но пребыл тверд в вере и воздав славу Богу, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Он силен исполнить обещанное. Не существующее, как существующее. По факту они ничего не могли сделать. Эти люди, они ничего не могли сделать, ничего не могли решить. Но Бог пришел в его жизнь и дал ему веру на то, чтобы он поверил, что Бог может не просто воскрешать мертвых, он может воскресить его мертвую всю полностью генетику, органы, тело, все то, что умерло и то, что не дает рождать детей, то, что не дает рождать обетованного сына или сына обетования. То, что не дает рождать сына обетования. Скажи мне, когда ты не можешь сегодня войти в свое призвание, в свою судьбу, что мешает? Что мешает родить сына обетования? Что мешает прийти в свою судьбу, в свое призвание? Что мешает? Он вошел туда по причине того, что он поверил сверхнадежды, он поверил по-другому. Его связь с Богом она стала другой. Он назвал несуществующее как существующее. Когда они родили Исаака, он на этом не закончил. В 140 он родил еще шестерых сыновей. В 140. Потому что он назвал несуществующее как существующее. Я вас веду к проповеди. Давайте вместе откроем еще один пример. Марка 16 глава. 17 стих. Иисус говорит, Он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знамения, имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Господь Иисус готовит их к пониманию о сверхъестественных вещах, которые будет делать уже не Он, а они. Когда мы читали Второзаконие, когда мы читали книгу Исаии, когда мы читали предыдущие все местописания, которые открывали, мы говорили о том, что это дело Бог. Но Иисус, когда пришел на эту землю, Он говорит, вы это будете делать. Вы будете делать эти чудеса и знамения. Вы, если что смертоносное выпьете, вам это не повредит. Вы будете брать змей. Как можно взять змею? это невозможно. Ты не можешь врути взять змею. Но Он говорит, что укус ее не сможет убить вас. Яд не сможет убить вас. Вы будете делать невозможные вещи. Он говорит о сверхъестественном. И вот это для нас Пасха, когда не просто Господь искупил нас, это одно из или один из пунктов вот в этом всем пасхальном послании Господа. Когда Господь искупил нас, когда Господь простил нас, когда милость Его, она превознеслась над судом, Он простил нас, Он искупил нас, Он ожидает нас на небесах. Это все Пасха, когда кровь Его омыла нас, это все Пасха, ангел-губитель прошел мимо нас, это все Пасха, но также я хочу здесь отметить, что Пасха наша связана с тем, что Господь переводит человека в состояние сверхъестественного. И Он говорит теперь вы, потому что после того, как Он уходит с этой земли, Он говорит в Иоанна в 14 главе, Он говорит, вы сможете больше, чем я. Вы, говорит, сможете больше, чем я. Все, что говорит, я делал, вы это сможете и даже больше. И даже больше. Нам не дает опять это принять наш разум. Так же, как не мог принять этого Авраам. поэтому они долгое время мучились, они пытались, они что-то делали, они планировали, они предпринимали какие-то усилия, ничего не получалось, потому что здесь им нужно было переключиться на сверхъестественное. Он говорит, Бог называющий несуществующих как существующих. Бог воскрешающий мертвых. Бог воскрешающий мертвых. Вот здесь очень важная мысль. Бог воскрешающий мертвых и называющий несуществующие как существующие, потому что мы когда-то и может быть даже до сих пор в какой-то области являемся мертвецами. Посмотри честно в свою жизнь. Есть какая-то область, где ты мертв, где ты не можешь одолеть своего противника. где-то не можешь забрать свою победу. Есть некоторые области в нашей жизни, где мы проигрываем по причине того, что мы там просто обессилены или просто мертвы. И нам не достает сил, чтобы победить это. Но он говорит, что он воскрешающий мертвых. А в Иоанна в 14 главе он говорит, что вы сможете больше, чем я. Другими словами, это вы должны будете воскрешать мертвых. И так и происходило. И Петр, и Павел воскрешали мертвых. И до сих пор, друзья, мертвые воскресают. Просто мы этого не видим. Но это происходит на этой земле. По причине того, что люди по-другому воспринимают это Евангелие. Люди по-другому воспринимают Пасху. Для этих людей Пасха не связана с куличами и с яйцами. Для этих людей связана Пасха в первую очередь со Христом, с тем, что Он сделал и так далее. То есть это более глубокие отношения с Ним, это другое измерение. И мы видим в Новом Завете, как Господь Иисус демонстрирует силу своего владычества и Он останавливает шторм. Он демонстрирует своим ученикам демонстрация силы Божьей. Новый Завет, демонстрация Его влияния, владычества, Его силы. И Он показывает это. И Он успокаивает шторм одним словом утихни. Подумай об этом, потому что Он говорит, вы сможете больше. Я вас выталкиваю куда-то. Он говорит, вы сможете больше. Причина, почему мы не практикуем эти вещи, потому что мы не верим в то, что мы можем. У нас недостаточно веры, как это было у Авраама и Сары. Но когда изменилась Его вера, когда пришел Бог в Его жизнь, который называет несуществующее, как существующее, Он стал плодовит. Родился и сын обетования, и еще шесть сыновей. Что может произойти, подумай об этом, если мы войдем в это измерение? Если мы войдем в эти откровения, если мы начнем думать об этом, если мы начнем молиться, если мы начнем пророчествовать, если мы начнем всерьез это делать, всерьез, если для нас вера перестанет быть верой, как поход по воскресеньям в церковь, если мы не перейдем на другой уровень, тогда мы не можем войти в это измерение, где Иисус говорит, я даю вам власть, лути, в 10 главе, 17 по 19 стих, он говорит, он говорит, я даю вам власть, наступать на змей и скорпионов, иди наступи на змею, иди наступи на скорпиона, она не будет кидаться на тебя, пока тебя, пока не будет видеть в тебе опасность, как только она почувствует с твоей стороны опасность, она будет кидаться, но Иисус говорит, я даю вам власть наступить, наступить на змею и скорпиона, и он говорит, ничто не повредит вам, ничто, ничто, и он переводит свой народ, своих учеников в другое измерение понимания, кому они служат, в кого они уверовали, поэтому они так с легкостью отдавали свою жизнь за Христа, потому что они понимали, что он их ожидает, почему мы не можем с легкостью даже посвятить свою жизнь Христу на служение, потому что у нас нет четкого понимания, что он нас ждет, у нас нет четкого понимания, что у нас будет награда, поэтому мы не готовы отдать свою жизнь, он говорит, но если ты не готов расстаться со своей душой ради меня и Евангелия, если ты не готов потерять душу свою ради меня и Евангелия, если ты хочешь сберечь ее, то ты потеряешь ее. Только тот, кто потеряет душу свою ради и говорит, меня и Евангелие, то сбережет ее. Все наоборот. Но мы не готовы так действовать и жить, потому что у нас недостаточно веры и откровений об этом. Если бы мы понимали, что за это будет награда. Ты понимаешь, когда тебя нанимает человек, работодатель на работу, если ты уверен в том, что он с тобой рассчитается, то все, что он тебе говорит, ты будешь выполнять. Так или нет? Он тебе начинает загружать более другими уже делами, дополнительной какой-то работой, ты говоришь, подожди, ты мне за это не платишь. Он говорит, я заплачу. Сверху. Сверху того, что обещал. И все. И ты уверен. И ты выполняешь это. Потому что ты уверен. И точно так же мы сегодня, сегодня, если мы уверены, что он ожидает нас, если мы уверены, что он живой, что мы сегодня говорим, что он воскрес, Христос воскрес, Христос живой, он тот же, он силен еще двигать камни, он силен еще воскрешать наше, какое-то вот это вот естество, в котором есть мертвичина, в нашей жизни есть области какие-то, где есть вот эта мертвость, но он силен двигать камни, то тогда мы по-другому относимся к тому, что мы видим. Мы начинаем называть несуществующее, как существующее. Мы начинаем молиться. Мы начинаем пророчествовать. Мы начинаем действовать. Аминь. Идем дальше. Иисус демонстрирует, когда свою силу демонстрирует, когда показывает свою силу над штормом. В физическом мире демонстрирует свою силу. В духовном мире демонстрирует свою силу, когда изгоняет леди он бесов. В физическом мире демонстрирует свою силу, когда словом своим исцеляет слугу сотника. Он говорит, иди прямо сейчас, он выздоровел. И сотника, слуга, исцелился. Женщина прикоснулась к нему, он даже не молился за нее. Он даже не молился за нее, она просто прикоснулась к краю его одежды, потому что она говорила. Послушай, потому что она называла несуществующие, как существующие. Она пробивалась сквозь толпу, говоря, и бубняет о себе под нос, что если я только прикоснусь, ей тяжело это было, пробраться сквозь толпу мужиков. Когда у нее 12 лет было кровотечение, ей было запрещено прикасаться к людям. Ей было запрещено находиться в компании людей. Но она пробивается сквозь толпу. Я не знаю, как она это делала. Она просто сказала несуществующие, как существующие. Если я прикоснусь, я выздоровею. Если я прикоснусь, я выздоровею. И то утро так началось. Она проснулась только с одной мыслью. Если я прикоснусь, я выздоровею. И она забрала свое чудо. То, что мы сейчас рассмотрим дальше, это не укладывается в сознание людей, поэтому они называют это сказкой. Марка 11, глава 12 стих. Написано, на другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей, Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики Его. 20 стих. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Буквально на следующий день. И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Ты понимаешь, какой вопрос был у Петра и у всех учеников? Они до конца не понимали, с кем они ходили. Вот если бы, к примеру, вот эти чудеса и знамения уже были бы тобой принимаемы, и ты бы ходил со Христом каждый день и видя вот это все и сам бы творил подобные чудеса, тебя бы было уже не удивить. Так или нет? Почему он удивлялся? Потому что его мозги не могли это вместить. Была большая смоковница и тут она засохла до корня на следующий день. И он не мог это вместить. Я думаю, что Христос демонстрировал им эти все картины для того, чтобы они могли понять, с кем они ходят, чтобы они могли понять, в кого они уверовали, чтобы они могли понять, что им дана такая же сила и власть. И дальше он говорит ему, Иисус отвечает, говорит им, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. но поверит, что сбудется по словам его, поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». То есть Иисус не ставит это под вопрос, Он это говорит однозначно. Будет. Будет. когда мы смотрим сегодня на свою проблему, когда мы смотрим на какую-то ситуацию, когда мы смотрим, что в нашей жизни какая-то дикая смоковница плодоносит и дает мне те плоды, что ты делаешь с этим? Он просто ее проклял. Поэтому мы провозглашаем и говорим, да искоренится все, что не Отец Небесный насадил в нашей жизни во имя Иисуса. Да искоренится все. И мы провозглашаем несуществующее как существующее. Пойми, что в наших устах есть сила молитвы. И как ты молишься, от этого зависит результат. Как мы мыслим, так мы и будем молиться. Я помню, у меня племянница была, когда здесь вместе с нами на миссии так называемой. Ее отдали нам на воспитание, она приехала с нами на миссию. И я говорю, ну давай, молись за еду. Мы сидимся за столом. Она говорит, Господи, благослови эту пищу, чтоб никто не отравился. Такая детская молитва. И вот как ты молишься, как ты веришь, что ты провозглашаешь. То и будет происходить. Иисус говорит, если ты будешь повелевать горе, у тебя есть проблема? Ну, потренируйся маленько на этих проблемах. После сегодняшнего служения потренируйся на этих проблемах. горы не переставляй только здесь. Проблемы, которые как гора в твоей жизни, вот их переставь. Скажи, ввергнись в море, уйди из моей жизни во имя Иисуса Христа. Иисус изгонял бесов, Иисус показал свою силу на этой засохшей смоковнице, Иисус там исцелял людей словом и так далее. То есть Он делал многие вещи, которые ученики не могли вместить. Они все приходили в ужас. Там так написано везде. Они все приходили в ужас и в изумление. Может нам хватит уже приходить в ужас и в изумление? Может нам надо начать уже действовать? Может нам надо получить откровение? Братья, сестры, может нам надо начать молиться, как Христос нас учит? В 24 стихе Он говорит потому говорю вам нам говорит по местной церкви говорю вам все чего не будете просить в молитве верьте что получите и будет вам. Это говорит Иисус нам говорит не им а нам Он говорит говорю вам не им конкретно говорит вам Верьте, что получите, и будет вам. И вот мы смотрим на этот пример и говорим, Боже, не достает веры, дай нам вот еще веры, что-то сделай в нашей жизни, чтобы эта вера добавилась. Я хочу перейти к проповеди. Это Иоанна 11 глава. Иисус силен еще двигать камни. Иоанна 11 глава, 38 стих. Это то, что будоражит меня в последнее время. Не дает покоя. В размышления наводит. Написано, был болен Лазарь, а потом умер. Лазарь умер. Но Иисус, который называет несуществующее, как существующее, говорит, он спит. Ученики говорят, ну, если спит, значит выздоровеет. Он говорит, вы не поняли, он умер. И ставит такую точку жирную, чтобы они наконец-то осознали и поняли серьезность ситуации. Но он хочет здесь показать свою славу. И в нашей жизни есть тоже некоторые проблемы, которые запечатаны в гробнице. И он хочет там показать свою славу. Он хочет, чтобы мы подошли к этой гробнице и делали то, что он делал. И вот представь, Лазарь умер, но Иисус, он подошел к гробнице и говорит, отодвиньте камень. 41 стих. Отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие, чтобы поверили, что Ты послал меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом. Сказав это, Он воззвал громким голосом. Лазарь! Выйди вон! Ты скажешь, да ты что, я сейчас так помолюсь, я соседи сразу прибегут. Меня удивляет здесь, знаешь, не то, что удивляет, меня это подтолкнуло на эти размышления, что Иисус – это Бог, который называет несуществующий, как существующий. Сначала Он там с Авраамом определенную работу проделал, Авраам стал плодовит. И вот так вот с каждым каким-то персонажем, который нам Писание описывает, что-то происходило по причине общения с Богом. И потом Он показывает здесь, что Он приходит к покойнику, ну реально, человек четвертый день смердит. Там не было вот этого морга, где замораживали. То есть Он разлагается. Иисус воззвал громким голосом. Громким голосом. Почему мы сомневаемся, что нас услышит тот Лазарь, который умер четыре дня назад? Иисус не сомневался, Он продемонстрировал Свою силу, силу веры. Позвал громким голосом, Лазарь, выйди вон. И Он услышал Его с того света. Просто подумай об этом. Это не просто Лазарь где-то гулял там. Он вообще на небесах гулял и услышал. Иисус говорит, еще не пришло время Его захоронения. Они говорят, да мы уже захоронили. Он говорит, не-не-не, подождите, вы перепутали. Он еще... Помните, я говорил, да? Лазарь прожил после воскресения еще 30 лет. Он говорит, еще день не настал. Его захоронение. Захороните потом уже, когда я скажу. 30 лет прожил еще. И на его модильном камне так и написано. Здесь лежит дважды умерший Лазарь. Серьезно? Дважды умерший. И вот Он здесь демонстрирует вот эту веру. Дикую. По-другому ее не назвать. Они все просто... Знаешь, как люди говорят? У нас рты открылись. Там какие рты открылись? Он 4 дня в гробу. Они только камень отвалили, а оттуда запах. Там же не было гробницы, как трехкомнатная квартира. Он демонстрирует это все и показывает. Они отваливают камень. Оттуда... Трупный яд. И Он говорит, Лазарь, выйди. И Он выходит. Услышал. И пришел. В другом месте. В другом месте. Это Марка, 5 глава. 38 стих. Написано. Приходит дом начальника синагоги. И видит смятение. И плачущих, и вопиющих громко. Представь атмосферу. Там опять эти плакальщицы. Сметение. Ну, я думаю, там не случайно все это было. И когда умирает взрослый человек, но еще будучи болен. Лазарь был болен, написано. Это одна история. У них у всех был вопрос, почему его, как бы, один из любимых учеников, Лазаря, он называл своим другом. Почему он умер? Это был вопрос. Но здесь, в этой истории, девочка 12 лет. Здесь другая история. Девочка 12 лет умирает. Вот это смятение. Вот эта боль из сердца, из души. И написано, этот плач вопиющих громко. И войдя, говорит им, 39 стих, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. Опять он говорит, то, что спит. Написано, и смеялись над ним. Люди не могли вместить. И сегодня они вмещают. Почему я и говорю, они эти все места пистания выдумкой называют. Но в это же самое время, где-то на другом конце этой планеты воскрешаются мертвые. И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, говорит ей. Так же, как он говорил в Азрю, он говорит теперь ей. Талифа куми. Что значит, девица, тебе говорю, встань. Девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцать. Видевшие пришли в великое изумление. Ну, здесь вот в этом предложении пришли в великое изумление. Там все было. Вы понимаете, что их сопровождало, да? Тут они плакали. Потом смеялись над ним. А потом дверь открывается, и она выходит. И как это вообще? Столько вопросов, ни одного ответа. Как это возможно? Кто он такой? Как это вообще? Он повелевает смерти, и она отступает. Он просто наклонился над ней и что-то говорит ей. Начинает говорить к телу, которое умерло. Не существующее, как существующее. И он говорит, девица, тебе говорю, тебе говорю, встань. В другом месте, в Лути 7,11 написано, после этого Иисус пошел в город, называемый Наин. Или Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло с ней из города. Вот это, знаешь, город был наполнен смятением. Там не были такие города, как сегодня, трехмиллионный город или десятимиллионный город, как Москва. И ты как бы в этом городе, если даже где-то похороны проходят, город там не слышат. Там все слышали. Там плакальщики специальные нанимали для этого, чтобы все слышали. И вот этот крик, и вот этот плач, и вот этот караван смерти, горя, выходит из города. Это состояние людей, юноша, молодой. А подходит городу караван жизни, условно будем так называть, во главе которого идет Иисус Христос, жизнь. Он говорит, я есть в воскресении жизнь. И кто, говорит, примет меня, кто верует в меня, тот не умрет. И не просто в этом веке, он не умрет вовек. И он подходит, и эти два каравана, они столкнулись в воротах города. Они встретились. Ученики были наполнены чудесами. Представляешь, вот если бы мы сегодня ходили со Христом, который вот на наших глазах берет и кормит несколько тысяч человек, двумя рыбками, там, пятью хлебами, который воскрешает эту девочку двенадцатилетнюю, когда женщина вот это, у нее кровотечение пропадает, она получила исцеление, когда у иссохшего рука она поднялась, когда слепой открыл глаза. То есть это много-много-много чудес, которые сопровождали Христа, ученики все это видели. И они были наполнены этим. И они встречаются, эти два каравана. Иисус подходит к этому гробу. И что Он говорит? Он не говорит, ну, знаешь, смирись, это твоя судьба. Это как бы, ну, в жизни так бывает. Не все до старости доживают. Написано, когда Он приблизился к городским воротам, двенадцатый стих, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, не плачь. Ты думаешь, у Бога недостаточно жалости к тебе, чтобы воскресить что-то в твоей жизни? Мы иногда думаем, что Богу нет дела до нас. Поэтому мы не решаемся молиться, так как Он молился. Мы думаем, что Он занят более важными делами. Но Пасха, которую мы сегодня отмечаем как событие, величайшее на этой земле и на небе, оно свидетельствует о том, что Бог спустился с небес, чтобы заплатить специально за тебя эту величайшую цену. И Ему есть дело до каждого из нас. И Он написано, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. Представь, вот это караван смерти идет, и там плач, и вот это вот смятение, плакальщицы, вой, крик. Мать в этом черном платке. Это страшные вещи, когда родители хородят детей. А ученики все радостные, ученики все вот в этом состоянии, что Господь может быть в этот день, мы не знаем до конца, что они в этот день делали. Они, возможно, в этот день делали немало чудес. Потому что Библия нам говорит, что все книги мира не могут вместить всего того, что сделал Иисус на земле. Если бы об этом писать книги, все книги мира не вместили бы. Он в каждом дне делал величайшие вещи, и причем много. Городами исцелял людей, изгонял бесов, разрушал проклятия. И они были в таком состоянии. И когда он остановился, прикоснулся к кодру, несшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Опять то же самое. Как он говорил с Лазарем, как он говорил с девицей, как он говорит с юношей. «Тебе, говорю, встань». И как только он провозгласил, это не было через час, это не было через три часа. Тут же. Он не был, этот юноша, на смертном одре, где между жизнью и смертью он умер. И Лазарь уже был вознесен. И эта девочка, и этот юноша, они были уже в другом мире. Я хочу, чтобы ты просто поразмышлял, они были в другом мире. Тогда что есть наша проблема? Что есть тяжесть тех проблем, и что есть наша проблема по сравнению с теми проблемами? Возможно, твоя проблема, она решается на раз-два, просто не хватает веры, чтобы взмолиться, чтобы пророчествовать, чтобы назвать несуществующие, как существующие, чтобы сказать какой-то смоковнице, дикой, которая плодоносит и приносит дитей смоквы в твою жизнь, которая мешает тебе состояться, мешает жизни. Тебе просто надо сказать, засохнет. Шторм, который поднялся и не дает тебе пройти туда, где Бог тебя ждет. Тебе надо сказать, утихни. Но это должно быть с верой. Это должно быть с властью. И тогда Господь говорит, все, чего будете просить в молитве, если будете верить, что это исполнится, будет вам. И написано, мертвый, поднявший, сел и стал говорить. То есть, это происходило мгновенно все. Мгновенно. Мертвый, поднявший, сел и стал говорить и отдал его Иисус, матери его. И там опять у всех страх великий. У всего народа. Их объял. Потому что, потому что, если мы с тобой, давай поразмышляем вслух. Вот мы с тобой, ты и я. Ты воскрешаешь мертвых, я воскрешаю мертвых. И мы с тобой идем и смотрим, вот такая ситуация, как здесь. И я просто помолился, а мертвый воскрес. Тебя это удивит? Нет, потому что ты вчера сам воскрешал уже пятерых. Тебя это не удивит. Почему их это удивляло? Потому что они совершенно по-другому мыслили. Они не понимали могущества Бога. Они не понимали величия Бога. Они не понимали, что умножению его силы, его владычества, его славы нет предела. Нет предела. Он может решать любую ситуацию, любую проблему. Он может менять любую жизнь. Поэтому мы говорим, что Он силен еще двигать камни. Он силен до сих пор. Менять наши жизни. Он силен до сих пор. Двигать камни от наших гробниц. Он силен до сих пор. Влиять на нашу жизнь, на историю нашей жизни. Он силен до сих пор. В Ветхом Завете показан такой пример в Иссетиль 37 главе, где написано, Бог выводит пророка на поле, которое было наполнено сухими костями. И Он говорит, оживут кости сии? Он говорит, я не знаю, Господи, ты знаешь. Он говорит, не-не-не, ты пророчествуй сейчас. Ты пророчеству, и кости оживут пророчеству. И скажи, так говорит Господь. Таково Слово Господнее. Кости сухие, оживите. Ты молишься такой молитвой? Ты молишься такой молитвой? Глядя в глаза своей проблеме. Глядя в глаза своей проблеме. Говоря подобные вещи, как говорил Иисус. Говорю тебе, юноша, встань. Говорю тебе, девица, встань. Лазарь, выйди вон. Если мы начнем молиться подобной молитвой, все начнет решаться. Потому что Слово Божие говорит, что верующему все возможно. Я поклоняюсь Тебе. Я прославляю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Тебе, Господь, я поклоняюсь. Я поклоняюсь Тебе. Тебе, Господь, Я поклоняюсь. Продолжение следует...